Сначала на броске карандашом, а после с помощью красок, кисти и специального оборудования блеклый рисунок постепенно становится ярким. Это не мастерская художника, а детский сад на 300 мест. Здесь сегодня продолжаются отделочные работы. На фоне строительного объекта в целом, говорят специалисты, им осталось нанести последние штрихи. Чем и занимается художник Михаил Морозов, который приехал сюда специально из Санкт-Петербурга. Рисуем, ну есть дизайн-проект, вот работаем по нему, там разные детские картинки, вот и, ну в общем, детские картинки. Красивые, слоники, там бабочки, все такое. Уже не так сложно, я потому что мы в Салихарде делали такой же садик, вот, похожие картинки, поэтому уже на опыте. То есть немножко проще. Скоро на подмогу Михаилу приедут его коллеги, ведь объем работы немалый – 3000 квадратных метров росписи. А сроки, как говорится, горят. К Новому году все должно быть закончено. То есть должна закончиться отделочная работа, завести все ТХ-оборудование. ТХ-оборудование начинает поступать с 15-го числа этого месяца. То есть будет расстановка там по кухне, ну и по метблоку, по всему остальному. По словам представителей строительной компании ВИЗ, этот детский сад будет выгодно отличаться от действующих дошкольных учреждений района. Для сравнения, в самом большом на сегодняшний день детском саду «Радуга» 240 мест, а здесь на 60 больше. Но и это еще не все. Стоматологический кабинет будет, спелеокамера будет, то есть уже есть. Стоматологический кабинет тоже уже готов. Как бы кабинет психолога есть, бассейн есть, две прогулочных зимних веранды есть, потом 17 детских площадок. Кстати, спелеокамера уже практически готова. Как говорят строители, за это помещение они взялись в первую очередь. Пока здесь еще темно, поэтому комната, предназначенная для лечебных процедур, напоминает мрачную пещеру. Стены покрыты морской солью. Ну это как бы в простонародье говорят соляная камера, то есть для дыхания, для очистки дыхания, ну как бы правильно. Да, для поддержки здоровья. Ну а для водных процедур в детском саду предусмотрен бассейн. Как выверяет Владимир Задорожный, пробный запуск воды уже был. На данный момент работает 170 человек, ну по разным отраслям. То есть отделочных 120 человек, и сетевики там. Электричеством занимаются люди, там отопление, вентиляция, все такое прочее. Наладка идет в системы. С 15-го числа приезжает лаборатория, которая будет проверять все выполненные работы по коммуникациям. Ну и уже там, скажем так, к концу месяца мы будем знать результаты о том, как у нас работают все системы. Строительство объекта завершится к Новому году, обещают подрядчики. Через несколько месяцев в детском саду будут работать 17 групп, включая ясельные и логопедические. Данный детский сад будут посещать дети, которые у нас состоят в очереди. В списках очередности у нас более 100 детей 14-го года рождения и 15-й, естественно, 16-й год рождения. И там тоже где-то 175 по Тазовской, кажется, идет 15-й год рождения. Детей достаточно много. Кроме того, добавляет Наталья Мельник, в новом здании детского сада отметят новоселье воспитанники детского сада «Олененок». Ольга Давлечина, Сергей Кашубара, Студия «Факт».